Гениальный дизайнер, харизматичная личность, хороший друг, который всегда готов прийти вам на помощь в трудную минуту. Может показаться, что мы говорим о разных людях, но на самом деле все вышеперечисленные звания относятся к одному человеку, а именно Эдни Мод. Несмотря на то, что данная героиня появляется на экране всего в нескольких коротких эпизодах, мы любим её не меньше, чем главных персонажей. И каждый раз пересматривая мультфильм, мы не можем отделаться от чувства, что роль модельерша в истории про супергероев гораздо значимее, чем кажется на первый взгляд. Интуиция подсказывает, что за образом талантливой швеи Эдна скрывает огромное количество тайн. И в данном видео мы попытаемся раскрыть хотя бы некоторые из них. Очень многие целые государства хотят добиться уважения и готовы выложить за это любые деньги. Ты же знаешь, я не работаю как герой. Как и все мы, Роберт. И тем не менее. Саймон Джипалатина, известный борец за права супергероев, пропал без вести. Эдна. Наша первая встреча с Эдной Мод происходит во время свадебной церемонии Хеллены Боба, на которую женщину пригласили в качестве почетной гостья. Как мы понимаем, уже в то время Эдна была знакома со многими супергероями и, вполне вероятно, являлась личным дизайнером большинства из них. Тем не менее, звать человека на семейное торжество только потому, что вас с ним связывают деловые отношения, согласитесь, довольно глупо. В то же время и назвать Эдну близким другом супружеской четы пар, таким как, например, Старина Фреон, язык как-то не поворачивается. Поэтому делаем весьма логичный вывод, что Эдна является значимой фигурой в обществе супергероев. И ее присутствие на мероприятии было обязательным. Полноценное же знакомство зрителей с данной героиней происходит в тот момент, когда Боб Парр, порвавший свой костюм в схватке с Амнидроидом, заезжает к дизайнерше, дабы та золотала дыра. При первом взгляде на дом Эдны Мод в глаза сразу же бросается передовая система его защиты. Лазерные лучи, личная охрана, всевозможные пушки. Причем уверены, что это далеко не весь арсенал, который оберегает жилище Эдны от непрошенных гостей. Согласитесь, довольно странно для модельерши, пусть и очень известной, иметь настолько продвинутые охранные устройства. Создается впечатление, что гламурная женщина опасается отнюдь неназойливых фанатов, а как минимум нашествия зомби или других каких тварей. Конечно, можно допустить, что повышенные меры безопасности обусловлены всего лишь чрезмерной мнительностью героини. Но что, если на самом деле причина кроется в другом? Что, если образ модельерши всего лишь прикрытие, а истинная деятельность Эдны Мод запряжена с риском для ее жизни? Наверняка многие из вас помнят сцену, в ходе которой Эдна рассказывает Бобу о пятерке супергероев, трагически погибших только из-за того, что их костюмы были оснащены длинными плащами. Послушаем. 7 ноября, 58-й год. Во время просмотра мультфильма, осведомленность дизайнерши относительно причин смерти данных персонажей казалась совершенно естественной. Но сейчас вызывает вопросы. Если женщина не была очевидцем происшествий, то почему тогда была так уверена в том, что каждый из упомянутых ею суперов погиб именно из-за плаща? Да, в случае с Громобоем и Стратопташкой были свидетели, которые могли поведать миру о причинах, оборвавших их жизнь. Но откуда модельерша узнала, что в действительности произошло с остальными суперами? Конечно, когда врачи констатировали смерть героев, то, возможно, и указывали, в результате чего скончался каждый из них. Но как эти секретные сведения попали в руки Эдне? Если допустить, что она выведала их самостоятельно, тогда возникает следующий вопрос. Зачем модельерша так пристально следит за супергероями? То есть, мало того, что она узнала об их смерти, она также и не поленилась выяснять причины их трагической кончины. Для чего, вероятно, даже общалась с врачами и полицейскими. Кроме того, если вы внимательно слушали ее разговор с Бобом, то слышали, что Эдна даже смогла назвать четкую дату кончины супергероев. Что очень настораживает, поскольку обычный человек вряд ли будет держать в голове подобную информацию. Теперь, когда мы с вами, надеемся, сошлись во мнении, что Эдна подозрительно много знает о супергероях, давайте вернемся к теме гибели вышеупомянутых персонажей, и разберемся, насколько логичной является озвученной модельершей версия о плащах-убийцах. По словам Эдны, Мэтамен погиб из-за того, что его вместе с плащом затянуло в шахту лифта. Тем не менее, поверить в данную историю не получается, поскольку мы знаем, что одной из способностей данного супергероя является сверхсила. И по логике, во время исполнения миссии, его плащ должен был попросту порваться, а не потянуть бедолагу за собой. Тем более, данный наряд парню наверняка шила не гениальная Эдна, а какой-нибудь заурядный портной. Соответственно, говорить о сверхпрочности, которым обладало роковое изделие, не приходится. Но даже если и допустить мысль, что плащ был изготовлен из мега износостойкого материала, Поверить в то, что его сила оказалась гораздо больше, чем мощь лифта, весящего по средним оценкам около тонны, невозможно. В смерти супергероини Стратопташки, как и в случае с гибелью Мэтта Мэна, тоже обнаруживается масса несостыковок. Согласно видеоматериалам, девушку засосала в турбину самолёта, когда та беззаботно махала вслед улетающим пассажирам. Тем не менее, у нас есть все основания полагать, что данная информация является сфальсифицированной. Лажа, 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 лажа! Как известно, в число суперспособностей девушки входил полёт, скорость которого равнялась скорости звука, а также суперсила. Так неужели вы допускаете мысль, что девушка с такими удивительными данными не смогла бы противостоять мощи какого-то паршивого самолёта? Кроме этого, в истории гибели Стратопташки есть ещё одна деталь, которая составляет сомневаться в достоверности той информации, которую поведала Эдна зрителям. И этой деталью является непосредственно год смерти супергероини. По словам Эдны, девушка умерла в 1957 году, а родилась, если верить источникам, приблизительно в 1939. Таким образом, выполнив несложные математические вычисления, можно подсчитать, что на момент гибели Стратопташки было всего 18 лет. Что же касается церемонии бракосочетания Эластики и Мистера Исключительного, на которой в числе супергостей присутствовала и вышеупомянутая героиня, то данное событие состоялось примерно в 1947 году. Следовательно, Стратопташки на тот момент было лет 8 от силы. Тем не менее, как вы можете сами убедиться, вместо маленькой девочки на свадьбе Боба и Хелен фигурирует вполне взрослая девушка. Исходя из всего этого, можем сделать вывод, что Эдна безостенчиво врет Бобу о гибели супергероев. Скорее всего, судьба в уши описанных персонажей сложилась совсем иначе, нежели утверждает модельерша. Но если так, то что же с ними могло произойти на самом деле? Как известно, героическая деятельность Грама Боя, Стратопташки, Мэтта Мэна и их коллег находилась в самом разгаре, когда власти внезапно приняли закон о запрете супергероев, обязав людей со сверхспособностями убрать на дальнюю полку свои костюмы и облачиться в гражданскую одежду. Где они теперь? Они живут среди нас. Обычные граждане, обычный герой. Тихо, анонимно продолжая стараться сделать этот мир более совершенным. Тем не менее, большинство бывших народных любимцев так и не смогли смириться с жизнью обычных людей. И позволяли себе время от времени совершать супергеройские вылазки. Что, как вы понимаете, с точки зрения правительства являлось преступлением. Если вы помните, то в мире суперсемейки существует организация, сотрудники которой заботятся о защите супергероев и их правах. При этом они тесно сотрудничают с правительством и вынуждены докладывать властям, когда их подопечные начинают своевольничать, тем самым нарушая закон. Как вы понимаете, те супергерои, которые действовали во время запрета, находились под пристальным контролем данной организации. И в один прекрасный момент вынудили своих покровителей принять по отношению к ним соответствующие меры. Если вы сейчас вдруг подумали, что за неповиновение властям супергероев пришлось уничтожить, то спешим вас успокоить, на самом деле смятежниками обошлись более гуманным образом. Если вы помните, то все люди, которые каким-либо образом узнавали о суперах, были в конечном итоге подвергнуты забвению от рук Рика Дикера. Так вот, то же самое произошло и с супергероями, не сумевшими смириться с жизнью обычных людей. Агентство, в котором работает Дикер, позаботилось о том, чтобы они больше не занимались супергеройской деятельностью и не угрожали остальным суперам. Ведь узнай правительство о бунтовщиках, посмевших пойти против системы, оно не пощадило бы никого, ни самих нарушителей закона, ни их ни в чем не виновных коллег. Теперь же давайте поговорим о героине сегодняшнего ролика, Эднемод. Мы уверены, что эта дама работает на агентство по защите прав супергероев, вместе с Риком Дикером. И вполне вероятно, занимает в данном учреждении одну из самых высоких должностей. Сами посудите, женщина печется безопасности своего жилища так, будто бы она является не дизайнером, а спецагентом, на которого круглосуточно охотятся бандитские группировки. Она много ли дружна с суперами, и много о них знает. Но и наконец, Эдна сама прямым текстом заявила зрителям, что дизайнерская деятельность не является ее истинным призванием, а служит лишь прикрытием. Как и все мы, Роберт, и тем не менее... Сдела вид, что теперь, когда действует закон о запрете супергероев, ее единственным и самым любимым занятием является пошив одежды, она получила прекрасную возможность следить за суперами и всеми их передвижениями. Как только ей поступал заказ от очередного клиента насчет изготовления костюма, она сразу же докладывала об этом в штаб, после чего агенты устанавливали за супергероем пристальное наблюдение. И если выяснялось, что тот пренебрегает законом, они были вынуждены идти на крайние меры, а именно перепрошивать активисту память. Единственный вопрос, на который осталось ответить, чтобы наконец сложить пазл одной картинки воедино, это почему Эдна все-таки пошила костюм Бобу и не доложила в штаб о его супергеройских похождениях. На самом деле, отчитаться перед начальством о сложившейся ситуации она как раз таки отчиталась, но арестовывать исключительного в планы руководства не входило, поскольку Боб им очень сильно помог. Наверняка Рик Диккер, Эдна Мод и остальные сотрудники органа защиты супергероев знали о том, что Синдром планирует наступление. Тем не менее, прямых доказательств его злодейских намерений у них не было. Привлечь же супергероев к поимке врага не представлялось возможным, так как это попросту было незаконно, поэтому изначально спецагенты пытались разобраться с нависшей угрозой своими силами. Тем не менее, Эдна Мод понимала, что их малочисленной команде не удастся достичь поставленных целей, поэтому, вопреки всем договоренностям, женщина решила подключать к секретной операции и людей извне. Так, Эдна Мод попросила о помощи Всевидящего, с которым она была в хороших отношениях, и даже сидела на одном ряду во время свадьбы Хеллен и Боба. Стоит заметить, что за время пребывания на острове Всевидящему практически удалось разгадать темные замыслы Синдрома. Более того, мужчина даже успел перед смертью выжить на камнях слово Кронос, являющийся кодовым названием плана злодея. Тем не менее, своевременно доложить добытую информацию в штаб супергерою не удалось. Он погиб и унес тайну Синдрома с собой в могилу. Агентство защиты супергероев не могло поначалу понять, что случилось с их разведчиком, так как связь с ним резко оборвалась. Но когда стало понятно, что Всевидящего больше нет в живых, члены в уж упомянутой организации были вынуждены срочно изобретать новый план действий. Так, в один прекрасный день они случайным образом узнают, что мистер Исключительный сумел уничтожить имнидроида. И, возможно, даже прознало тайных замыслах Синдрома. Тогда, собственно говоря, было принято решение всячески содействовать парню, если тот вдруг вздумает продолжить копаться в этом грязном деле. Поэтому, как только он пришел к Эдне подлатать свой костюм, сотрудница супергеройской ассоциации и по совместительству талантливейший дизайнер, сразу же принялась создавать ему новое обмундирование. Так как понимала, что если Боб полетит на тот злополучный остров, он во всех смыслах этого слова должен быть в самой лучшей форме. Дабы иметь возможность отслеживать каждый шаг своего подопечного, Эдна оснастила его костюм устройством самонаведения. Говорить же с Бобом в открытую она не могла, поскольку опасалась, что если героя возьмут в плен, и он вдруг проговорится, тогда вся их операция окажется под угрозой срыва. Естественно, женщина хотела сказать своему коллеге какие-нибудь слова напутствия и дать дельные советы. Поэтому попыталась вывести Боба на откровенный разговор, как бы невзначай спросив, не подвернулась ли ему часом супергеройская работка. Где это тебя в нем носило, Роберт? Нашел геройскую халтурку? Да он сам порвался, наверное. Понятно. Но так как Боб ушел от ответа, она не стала развивать эту тему дальше и настаивает на ответе. В общем, как вы уже наверняка поняли, Эдна Мод все это время действовала в интересах супергероев и отвечала за национальную безопасность. Этой маленькой, но такой храброй женщине было сложнее, чем кому бы то ни было из героев. Ведь она знала и понимала слишком многое. И наверняка предчувствовала, что грядет нечто ужасное. Возможно, даже война. Тем не менее, женщина могла делиться своими переживаниями только с узким кругом людей. Посвящать суперов свои дела она не имела права, поскольку они обязательно бы бросились ей на помощь, тем самым нарушив действующий закон. А довериться правительству было бы очень опрометчиво, поскольку синдром, как известно, сотрудничал со многими государствами и продавал им оружие. Невозможность открыть правду ни одной из вышеупомянутых сторон привела к невосполнимым потерям в рядах супергероев. Тем не менее, винить за это Эдну не стоит, ведь поступя она иначе, количество погибших исчислялось бы уже миллионами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова